Прошу следить за манерами, жевать закрытым ртом и внимательно слушать. Представляем вам удивительные истории происхождения десяти правил этикета. Большинство из нас учат вежливому поведению еще с раннего возраста, однако мало кто знает, что самые распространенные правила этикета появились отнюдь не просто так. Прежде чем мы начнем небольшое напоминание, не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и позвонить в колокольчик, чтобы не пропускать наши ежедневные обновления. Номер 10. Рукопожатие Встречая нового человека, мы почти всегда автоматически жмем ему руку, даже не задумываясь. Единственное, что историки знают наверняка, это то, что история ритуала уходит корнями на несколько веков назад. Даже в музее Акрополя в Афинах есть статуя Геры и Афины, жмущих друг другу руки. И при этом считается, что ее сделали в пятом веке до нашей эры. Большинство специалистов согласны, что этот жест отражает главным образом добрые намерения обеих сторон. А может, Гера продавала Афине свой дом? Кто знает? Другая теория гласит, что поскольку пожимают правую руку, а подавляющее большинство людей правши, то протягивание этой руки в качестве приветствия в прошлом было необходимой формальностью, чтобы удостовериться, что вы пришли с миром и без оружия. Видимо, розыгрыш с мини-шокером в ладони изобрели несколько позже. Номер девять. Снятие головного убора в помещении. Правило «без шляпы в помещении» со временем стало менее строгим. Сегодня оно выглядит скорее так. Если ваша шляпа загораживает обзор или ее неудобно носить в помещении, снимите ее. А история этого жеста уходит в те времена, когда рыцарь был обязан снять шлем перед королем. Это означало, что рыцарь доверял королю настолько, чтобы снять защиту головы, оставив себя уязвимым для смертельной атаки. Но есть и практические причины. Шляпы традиционно носят для защиты от солнца, дождя и снега. Или от голубей, если вы в городе. В помещении об этом незачем беспокоиться. Номер восемь. Без локтей на столе. Когда-то давно люди просто клали доску на пень или бревно и ели с нее. Как несложно представить, такой импровизированный стол был каким угодно, только неустойчивым. И если кто-то клал на него локти, то мог запросто его перевернуть, испортив всем обед. Но есть и другое объяснение этому правилу этикета. Дело в том, что средневековые пиры обычно насчитывали сотни людей. И у отдельно взятого гостя было мало личного пространства. А когда кто-то решал положить локти на стол и занять, и без того ограниченное место, соседи были не слишком этому рады. Номер семь. Чоканье бокалами после тоста. Есть две теории. Согласно первой из них, в прошлом люди чокались кружками с достаточной силой, чтобы хотя бы капля напитка из одной попала в другую. Так в древности убеждались, что ни один напиток не был отравлен. Ого! Вторая теория более мистическая. В средние века люди верили, что в алкоголе живут злые духи, которых можно прогнать только если чокнуться бокалами перед питьем. А вдруг спиритизм и духи имеют какое-то отношение к спирту? Просто интересно. Номер шесть. Выдвигание стула для дамы. Во времена огромных платьев с кринолином корсеты были настолько тугие, что женщины едва могли в них дышать. Не говоря уже о том, чтобы наклоняться и выдвигать себе стул. Поэтому джентльмены помогали дамам в этом вопросе, в том числе и из практических соображений. К тому же так дама могла сесть более изящно. Конечно, сейчас уже прошли времена женской одежды, ограничивающие выполнение даже базовых задач. Не говоря уже о том, что мы почти избавились от гендерных ролей и стереотипов. Однако некоторые мужчины по-прежнему выдвигают дамам стулья, если тем это нравится. Номер пять. Прикрытый рот во время зевка. В древние времена это был тот предрассудок, который заставлял всех следовать этому правилу в обязательном порядке. Видите ли, тогда люди верили, что широко открывая рот, они могли буквально выпустить душу из тела. Поэтому, чтобы все осталось на своих местах, все прикрывали рот ладонью во время зевка. Позднее, во время великой чумы, эта осторожность приобрела более практическую форму. Люди беспокоились, что могут заразиться, если не будут прикрывать рот рукой. Сегодня считается, что мы зеваем, когда нам скучно, а показывать это всем не очень-то вежливо. Но иногда зевок – это просто зевок. Номер четыре. Пожелание здоровья после чихания. Традиция пожелания здоровья, если человек чихнул, имеет довольно печальное происхождение. Согласно National Geographic, такой ритуал впервые появился во время чумы 590 года нашей эры. В это трагическое время Папа Григорий I приказал незамедлительно благословлять всех, кто чихал, поскольку чихание было одним из первых признаков надвигающегося недуга. Сейчас нам незачем волноваться о чуме, но мы продолжаем соблюдать эту традицию. Будьте здоровы! Номер три. Указание пальцем на людей. Наверняка вы уже догадались, что наши предки были куда более суеверны, чем мы. Указание пальцем на кого-то было еще одним дурным знамением в большом списке того, что могло иметь плохие последствия. По мнению наших прародителей, указывая на человека, можно случайно навлечь на него с глаз. В конце концов, этот жест привлекает внимание всех окружающих к одному человеку. А кто знает, что за люди собрались вокруг, правда? Номер два. Сплевывание. Плевать на пол считается очень грубым как в Европе, так и в Америке. И как и со многими пунктами нашего списка, это правило берет свое начало во время чумы. В прошлом люди верили, что сплевывание может усилить болезнь и ухудшить состояние больного. И они не были так уж далеки от истины. Времена, когда можно было заразиться чимой, прошли. Однако мы по-прежнему держимся за эту негативную ассоциацию. Номер один. Чаевые. Традиция оставлять чаевые пришла к нам из средневековой Европы. Правда, в те времена люди давали на чай до того, как им приносили еду, а не после. Они делали это, чтобы удостовериться, что пища будет хорошего качества, и ее быстро подадут. Тогда это еще не называли чаевыми. А сегодня мы оставили традицию, но сменили подход. И теперь просим сначала показать товар. Знаете ли вы истории происхождения каких-нибудь других правил этикета или обычаев? Расскажите нам о них в комментариях. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. А чтобы видеть больше интересных и познавательных видео с яркой стороны жизни, просто подпишитесь и присоединяйтесь. Продолжение следует...